Приветствую вас! То, что вы говорите, это история про боль, история про обиду. Это история про непрожитую боль и про непрожитую обиду. В первую очередь, что бы я рекомендовал вам сделать это вместе с психотерапевтом, то есть обратиться на психотерапию и прожить все эти негативные эмоции, чтобы они на вас больше не влияли, чтобы они не имели там какой-то власть над вами. Вот. Второе, на что бы я обратил внимание, это на некую жертвенность. То есть ротопозиция такая, знаете, жертвенная. Что вы страдали, вас обобрали и так далее. То есть как бы, ну, то, что сделали люди никак не связаны с тем, что вы страдали. То есть мне кажется, что здесь история о том, что вы не до конца приняли свою, свою как бы позицию, свое, ну, свое положение. Вот. Я не говорю, что это позиция хорошая, но такую позицию оказались, мне кажется, что это нужно принять как что-то не характеризующее вас в негативной, слабой странице. Потому что вы как бы сами, сами стоите на страже своих интересов, вы сами стоите на страже себя, на страже своих чувств, чувств и так далее. Вот. То есть как бы здесь, на мой взгляд, два таких вот компонента, на которые имеет смысл обратить вам внимание. Вот. Что делать с негативными эмоциями? Проживать. Проживать обиду, проживать боль, проживать, ааа, еще какие-то чувства. Вот. И все. То есть, работать с этим, в первую очередь. А дальше уже смотрите по мере того, как вы будете замечать в себе другие вещи, когда это уйдет с переднего актуального плана. Да. Вот. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Не затягивайте обращения к специалисту за помощью. А самой вам будет достаточно тяжело справиться с этим. Тем более, что, мне кажется, вы слегка травмированы тем, что у вас, вот, ну, что у вас нет родных, что у вас нет отца. Ну, вот. Вы травмированы тем, что вы старода и вы считаете себя какого-то не такой. Из-за этого. С этим тоже нужно проработать. То есть, нужно взращивать в себе уважение, любовь к себе. Вне зависимости от того, что делают другие люди и прочее, прочее, прочее. Так получается, что у вас есть не очень устойчивое представление о себе, не очень стабильное восприятие себя. Хотя, вот, другие люди это чувствуют, поступают с вами так же. Вы получаете на это подтверждение. Возвращается обида, злость, боль и так далее. Это нормально, естественно, но это, в данном случае, деструктивная история. Которая, как бы, наполняет вашу жизнь негативом и подпитыванием по факту других людей. На этом всё. Надеюсь, что это было полезно. Удачи вам. Всего самого доброго. Будем назад.